друзья всем огромный привет с вами серджу и интерактивная фотошкола арт фото life мы продолжаем с вами изучать photoshop и в сегодняшнем уроке мы поговорим с вами о слоях и о масках понимание как устроены как работают слои маски очень важный потому что на свойствах масок и слоев построена вся работа в фотошопе и над каким проектом вы бы не работали вам всегда будет необходимо использовать свойства слоев и масок для того чтобы получить необходимый вам результат но мы не будем терять времени и приступим сразу непосредственно к уроку и так друзья вы видите изображение и если вы обратите внимание вот здесь вот на слои у меня здесь расположены четыре разные фотографии photoshop называет их слоями а самую нижнюю фотографию он всегда держит под замочком этот замочек конечно же можно убрать пока замочек закрыт photoshop вам не дает вносить изменения в это самое нижнее изображение его конечно же можно снять и скорректировать фотографию но так не делают по простой банальной причине что чтобы вы не делали какие бы изменения в изображении не вносили исходник всегда должен оставаться неизменным и почему он у нас расположен в самом низу потому что при работе со слоями photoshop и действует правило строгой и жесткой иерархии мы всегда видим верхнее изображение для того чтобы вам понять как это устроено представьте что это 4 фотографии бумажные они лежат на столе одна на другой вы также будете видеть только верхнюю и для того чтобы вам увидеть нижнюю фотографию вам верхнюю со стопочки с этой нужно снять фотошопе вы можете сделать то же самое для этого на каждом слое расположен вот такой вот значок глазика и кликнув на него у вас глазик исчезнет и фотография становится невидимая и вы соответственно видите нижнюю фотографию если я кликну на глазик у этой фотографии я увижу и эту фотографию которая находится под ней ну и так далее и если я кликну на самую нижнюю фотографию то я увижу пустой слой пустой слой photoshop обозначен вот такой вот шахматкой и этот слой обозначает что он не виден то есть он абсолютно для фотошопа прозрачный давайте мы вернем видимость всех наших слоев теперь я возьму инструмент ластик и повожу немного по центру по сути дела я в самой верхней фотографии сейчас протер дырку и мне стал виден нижний слой то есть нижняя фотография если вы обратите внимание на миниатюры слоя вы на этой миниатюрки увидите вот такое вот отверстие и под ним невидимый слой шахматка соответственно photoshop шахматку не видит для него это пустой слой photoshop вам показывает ниже лежащую фотографию я отменил действие отверстие на моей фотографии исчезла и теперь давайте обратимся к такому свойству как непрозрачность слоя помимо того что изображение можно полностью или частично стереть можно изменить его непрозрачность если на вашем столе лежат фотографии вы конечно такого допустить не можете потому что в природе такого не существует ну нельзя взять фотографию и сделать ее прозрачный наполовину а photoshop и такое есть и поэтому если я непрозрачность в верхнем изображении сделаю 50 то я буду видеть и верхнюю фотографию и ниже лежащую если я у ниже лежащий также сделаю непрозрачность 50 у меня будет получаться вот такая вот каша тем не менее я вижу все три изображения почему три потому что второе изображение слой 1 у меня стоит непрозрачность 100 если я его сделаю 50 я буду видеть все четыре изображения но так как в данном случае эти изображения накладываются друг на друга то получается вот такой вот непонятный рисунок и вы сразу можете взять этот прием на заметку и при грамотном его использовании можно получать очень интересные художественные приемы в виде двойной экспозиции мы перейдем с вами на другое изображение и теперь на этой фотографии продолжим изучать свойства слоев и масок как устроены слои вы уже поняли закрепили что photoshop и действует жесткая иерархия вы всегда видите самый верхний слой самую верхнюю фотографию и теперь давайте поговорим о том что такое маска photoshop и перед нами вот такое замечательное изображение желтый велосипед на нем стоит корзина с желтыми цветами и я хочу немного разнообразить этот снимок сделать например раму велосипеда не желтый а оранжевый и как вы помните по предыдущему приему мы этот цвет легко можем поменять для этого нам необходимо просто навсего зайти в корректирующие слои вот в этот кружочек закрашены на половину кликнуть его и вызвать цветовой тон насыщенность далее я беру вот здесь далее беру здесь вот этот пальчик лапку переношу на раму велосипеда кликаю сюда у меня здесь сразу обозначился тот цвет который содержится у меня на раме и ползунком цветовой тон я могу его поменять вот я сделаю вот таким вот вот таким вот оранжевым можно добавить немного насыщенности ну давайте я сделаю чуть-чуть потемнее вот таким вот образом да раму то мы с вами перекрасили но так как букет цветов у нас тоже был желтый то соответственно он тоже покрасился в оранжевый цвет а мне в этом приеме этого делать не хотелось бы дело в том что каждый корректирующий слой это инструмент который содержит в себе настройки и когда я кликнул по слою на значок то я выделяю настройки обращаюсь к ним если же кликну вот сюда на белый прямоугольник то я активирую маску видите вот эту вот цепочку по сути дела уже изначально корректирующему слою цветовой тон насыщенность по умолчанию прикреплена маска и когда маска белая это означает что она непрозрачная и у маски есть два основных свойства она может быть прозрачная и может быть непрозрачная я сейчас кликнул на сочетание клавиш control и у меня миниатюры маски станет черным цветом и это означает что она прозрачная то есть настройки в этом слое сохранились но при этом мы их не видим ну как будто мы эти настройки замазали черным слоем и мы не видим их давайте нажмем еще раз control и и продолжим работать над нашей фотографии и так вы уже поняли что слой маска может быть прозрачной и может быть непрозрачной белая непрозрачная черная прозрачная теперь давайте мы с вами возьмем кисточку жесткость на 0 кисть у меня мягкая непрозрачность то нажатие 100 сглаживание 0 квадратными скобками я изменяю размер кисти таким вот пожалуй образом теперь я выберу для своей кисти черный цвет и проведу по букету для того чтобы действовать аккуратно я размеры кисточки могу уменьшать или увеличивать вот друзья так уже гораздо интереснее фотография заиграла по-новому давайте отключим глазик и посмотрим ну согласитесь намного интереснее и приятнее изображение и что мы с вами сделали фактически если вы обратите вот сюда на миниатюру вы увидите что здесь вот намазюкана у нас черной краской и мы с вами верхнем слое который у нас по иерархии стоит над основным изображением внесли какие-то изменения а потом протерли дырку там где мы эти изменения применять не хотели то есть если я сейчас выберу захват и буду сдвигать то вы увидите как раз вот эту дырку которую мы протерли а более сложных настройках маски которые вы можете увидеть вот на этой панели мы поговорим в следующих уроках для этого урока вам необходимо понять как действуют слои и маски и начинать эти знания использовать на своих изображениях давайте мы поработаем еще с одним примером откроем следующую фотографию давайте мы сделаем сюжет немного интереснее ну например в руки взяв цветок было бы интереснее если бы он был каким-то другим цветом ну как бы выделялся на фоне основных мне кажется такая фотография интереснее зацепит зрителя и так идем в корректирующие слои добавляем цветовой тон насыщенность берем лапку кликаем на цветочек меняем цвет например вот на такой раз на оранжевый но так как цветы все были абсолютно одинаковые соответственно они все перекрасились нам необходимо с вами взять черную кисть и при активной белой маски освободить изображение вот внесенных изменений то есть проявить нижний слой ну согласитесь так фотография смотрится гораздо интереснее давайте отключим и посмотрим до после до после теперь давайте перейдем в предыдущее изображение выделил слой цветовой тон насыщенность кликну delete удалю его добавлю корректирующий слой цветовой тон насыщенность теперь давайте мы сделаем немного наоборот изменим цвет нашего букета и так выбираем пальчик кликаем на букет сделаю я его вот таким вот оранжевым соответственно рама у меня покрасилась тоже и мы теперь можем черной кистью очистить изображение от внесенных в нее изменений оставить только букет а можем поступить немного иначе давайте мы с вами кликнем control и тем самым мы инвертировали нашу маску внесенные изменения в этот слой мы сейчас не видим теперь мы возьмем с вами мягкую кисть только поменяем цвет на белый и подкрасим наш букет то есть фактически мы с вами что сейчас сделали наложив черный цвет на маску мы сделали цветовой тон насыщенность прозрачным таким образом наши настройки стали не видны а проявилась нижняя фотография но когда мы стали водить белой кистью по черной маски мы часть изображения на котором находятся цветы сделали непрозрачным восстановив иерархию и именно в этом месте где цветы проявили те изменения которые мы в данное изображение внесли и такой прием используют из-за разной трудоемкости то есть если вам по белой маски а как вы помните что она у нас непрозрачная вам дольше и больше работать черной кистью а участок который нужно изменить он небольшой вы эту маску инвертируете и потом восстанавливаете ту часть изображения которые вам необходимо восстановить итак друзья если вы будете добавлять сюда корректирующие слои то вы обратите внимание что каждый слой имеет значок настроек и имеет значок маски соответственно у каждого корректирующего слоя есть свойства маски то есть вы можете внести абсолютно любое изменение и локально его применить на тот участок изображения с которым вы непосредственно хотите работать таким же приемом пользуются и при работе с портретами то есть вы можете изменить насыщенность или цвет фона не затронув при этом кожу модели или наоборот изменить цвет кожи модели при этом сохранить цвет насыщенность контраст и так далее самого фона теперь друзья давайте рассмотрим еще один прием у меня есть вот такая вот фотография фон немного размыт но этого бок и мне не хватает для того чтобы фотография была ну более выразительно для того чтобы главный персонаж кадра был более резкий для этого я хотел бы немножко усилить бок и и подразмыть остальную часть фотографии кроме красного автомобильчика что я для этого делаю ну во первых я нажимаю сочетание клавиш control джей у меня появляется дубликат моего изображения далее я иду фильтр размытия размытия по гауссу выбираю значение ну пусть будет вот такое 16.6 кликаю ok и у меня соответственно размылась вся фотография и если мы вспомним с вами первый прием то я конечно же могу взять ластик протереть вот здесь вот дырку у меня проявится нижнее изображение и мой автомобильчик станет резкий но при этом мое изображение безвозвратно останется с дыркой и если я нечаянно куда-то залезу и сделаю что-то не так то мне это тяжело будет исправить так вот друзья для этого есть маска и и замечательное свойство давайте мы отменим все изменения фотография осталась целой как и было без всяких дырок и обратим наше внимание на нижнюю панель здесь мы увидим миниатюрку виде прямоугольничка внутри которой находится окружность и сразу выскакивает подсказка добавить слой маску кликаем на нее и теперь к нашему изображению приклеилась маска и соответственно наша фотография приобрела новые свойства теперь мы можем работать с маской меняя изображение так как мы этого хотим и как случае с корректирующими слоями мы с вами могли переключаться между настройками и свойствами маски кликая на один значок либо на другой так и здесь мы можем работать либо с изображением либо с маской и они между собой связаны цепочкой это значит что они неразлучные друзья и теперь я выбираю черную мягкую кисточку и делаю резким свой автомобиль и теперь если я случайно залез на другой объект и сделал его тоже резким а мне необходимо чтобы он был размытым я меняю цвет кисточки на белый делаю маску в этом месте опять непрозрачный и возвращаю настройки размытия по гауссу менять цвет кисточки можно горячей клавишей x смотрим сюда xx черный белый тот свет который находится наверху он является главным для того чтобы с таким инструментом работать наиболее аккуратно есть очень простой прием нажимаете control плюс увеличиваете изображение кисточку при этом делаете меньше и ваши изменения будут осуществляться более тонко более ювелирно control 0 вернули изображение в размер экрана ну и таким вот образом аккуратненько можно проработать меняя цвет и размер кисти и размер изображения ну вот друзья на этом все теперь вы знаете что такое слои как они устроены познакомились с маской знаете как маска работает ее свойства и теперь вы можете вносить локально любые изменения в любое ваше изображение а если все-таки этого видео урока вам не хватило для того чтобы понять свойства слоев и маски посмотрите дополнительно мастер-класс по слоям и маскам где я также подробно но с другими примерами рассказываю как устроены слои маски а на этом друзья все с вами был серджио и интерактивная фото школа арт-фото лайф желаю вам творческих высот всем пока и до встречи на следующем уроке в следующем уроке